В других семинарах. Даже если на тех других семинарах скучно, все равно векторы там более важные вещи он скажет, чем я здесь. Я не очень скучный, но в то же время мне не очень многое что вам рассказать. Окей, сейчас уже третий день. Так что большинство из вас приходили еще до этого. Даже если у вас усилительные процессы не очень на высокой скорости работают. К этому времени у вас должны были уже проявиться какие-то вопросы. Поняла. Пожалуйста, задавайтесь. Как вы познакомились со своим духовным учителем и что вы ощущали? Как вы узнали, что это именно он? Как вы познакомились с вашим духовным учителем и что вы чувствовали? Как вы понимали, что это вашим духовным учителем? Ну, когда я присоединился к движению, система была несколько раз. Мир был разделен на зоны и в каждой из этих зон был свой ачарь. Если вы присоединили в определенной части света, у вас уже был к тому момент духовный учителем. Да, у нас не то, что было в сборной гуру, и каждой из этого гуру можно было позвонить. Это не было так, что мы листали, как телефон из старости и подумали, но вот это не плохо. И так же невозможно было проверить страницу фейсбука вашего гуру, которого вы выбирали. Вы присоединялись в определенное место и мы уже принимали этого гуру. Это звучит не очень романтично, но для меня все сложилось благополучно. Я все еще здесь. И гуру тоже в движении. И что замечательно? Кришна не зря меня поместил в точку света. Я хотел вас спросить про распространение книг. Есть трудности в том, что, когда самому кришну не задумывается к студентам, взрослым. Как творчество обеспечено? Моя вопроса про распространение книг. Это сложно представить кришна-кончисность к другим народам, к студентам, к родителям. Так что, какой лучший способ? Вы должны быть личностными. Вы должны подходить каждому человеку индивидуально. Это не техника. Вы не работаете на фабрике и вы не стоите на конверии, не повторяете какую-то заданную процедуру действий. Мы все уникальны и все мы разные. Мы все уникальны и все мы разные. Мы все уникальны и все мы разные. Мы все что-то общее у нас есть. Мы все как христиане. И так же у нас есть общие птичны. Но все остальное отличается. Разные тела, разные вкусы. Да. Одному нравится зеленый вид пищи, другому нет. То же самое касается литературы, музыки и всех остальных успехов нужно. То же самое касается литературы, музыки и всех остальных успехов нужно. Поэтому нужно разобраться, что движет человеком, что ему интересно. Нужно создать связь, нужно установить дружбу. И всегда понимать, что у них сердце так же параматно. Поэтому у вас есть связь. И нужно обращаться к этой связи с человеком. Нужно попытаться заинтересовать человека в том, что у вас есть. Потому что для них это полезно. Как вы можете убедить человека в определенной идее? Самый лучший способ в этом убедить, это поставить им думать то, что самим эта идея пришла в голову. Потом они любят ее. Если вы зададите мне вопрос, как я распространял книги на протяжении стольких лет. Я делал это, используя юмор и иронию. И один предыдущик Шрия Прабхабада рассказал мне, что до сих пор использует книги и он пользуется моими наработками. Но я этого уже не помню. И этот человек говорит, здравствуйте, мы предлагаем книги для всех здравомыслящих разум и людей. В вашем случае мы сделаем отключение. И потом вы говорите, общаетесь. Ирония и юмор. Это работает для некоторых, но это не работает для других. Некоторые люди не очень веселые и забавные. Двое людей рассказывают одну и ту же шутку, когда другое вообще не смешно. Вам нужно показать вашу заинтересованность в том, что делает другой человек. И поговорить о них. И поговорить о них. И потом вы привезли к вопросу. И когда вы говорите о том, что они интересуются и сами, то, естественно, они хотят помочь. Что и о тебе? И если вы проявляетесь заинтересованность в жизни других в том, что им движутся, естественным образом они заинтересуются и вам. У меня бывал всякий опыт в распространении книги. Я расскажу вам одну историю. Это история наполнена мистицизмом. Обычно, когда кто-то пришел, я мог рассказать что-то о другом. Если я видел, что они на меня проходят человек, как правило, я уже мог сложить определенные впечатления о них. Вы можете читать из-за их лица, из-за лица, из-за лица, что они обладали, что-то о них. Что-то можно знать о человеке по его стилю одежды, по том, что он несет в своих руках, по том, как он выглядит, по его лицу. В те времена мне было 37 лет, и этот человек не сильно был старше, чем я. Он выглядел вполне приятно, но я не мог разобрать, что это человек. И я обратился к этому человеку, мы зажали друг другу руки, и потом я задал ему вопрос, я сказал, что я никак не могу разобрать, что вы за человек такой, чем вы понимаетесь. Мне до сих пор дается хорошо угадывать практики людей. Но я не могу разобрать, что вы за человек. Он сказал, что я скажу докторам, что они делали wrong. Вы же доктор? Я его спрашиваю, а вы врач? Нет, нет, не врач. Я не уверен, что я понимаю, что я понимаю. Это было в аэропорт. Он сказал, хорошо, я вам покажу. И там был огромный зал, он был наполовину пуста. И там подъезжал поезд, из него высыпали пассажиры, они быстро проходили через этот зал, это зал оставался опять пуст, пока не будет время для того, чтобы поезд привез к другому самолёту. Он сказал, что вы видите эту женщину? Если она не изменит свою диету, то она умрется в течение пяти лет. Я продолжал посмотреть, как он говорил, но так и не увидел. Я хотел ему поверить, но у меня не было никаких доказательств. И спустя двадцать тридцать секунд приехал поезд. И сотни людей проходили мимо нас. И я продолжал смотреть на него и смотрел на этот путь. И вот женщина, очень полная, она была высокой, но она также была очень полная, остановилась прямо рядом с нами. И спросила меня, а вы что делаете? И она сказала, что мы как раз о вас говорили. И она говорит, что же вы говорите? Он мне сказал, что вы умрете в течение пяти лет, если не смените свою диету. Она сказала, ну да, он прав. И как свободите мне помочь? И у меня с собой была книга с децептом Пради Кришны. Я дал ей эту книгу. Я дал ей эту книгу. И она сказала, о, я из Ст. Луис. И она сказала, о, мой сын постоянно ходит в ресторан Кришнаитов. Сколько это книга? И я ей сказала, что вы можете дать бесстольное пожертвование, что она сделала. И потом ушла. И другой персонаж этой истории за это время не прогонил ни слова. Он просто наблюдал за всей этой картиной. И я ему сказал, ну похоже, я теперь немножко лучше понимаю. И он сказал, ну что вот есть для меня? И я ему дал ему Бхагаладгита. И я сказала, вот это как раз источник вашей силы. И он сказал, о, да, да слышал об этом. И он сказал, о, да, да слышал об этом. И он также дал хорошие пожертвования. Мы обращались, пожали друг другу руки, и больше я его не видел. Распространение книг – это истинное предвлечение. И очень часто вы отправляетесь на приспространение книг для того, чтобы повстречаться со своим ложным эдом. Это как мастерская влечения вашей ложным эдом. Это как мастерская влечения вашей ложным эдом. И они перекраивают там все неполадки в деталях, и просто это все исчезает. Это как такой жесткий массаж. Вам придется прострадать через это. Не все время. Иногда это приятный массаж. Но потом вам становится намного лучше. И вся боль уходит. И вся боль уходит. Вы должны видеть, что если у вас регулярные покупатели, когда они приходят от покупателей, они выглядят, они выглядят эстетично. Потому что они выполняют воду своего духовного учителя. И это приводит к стадии. Вы не можете помочь. И даже если вы хотите чувствовать себя ужасно, отвратительно, если вы хотите свернуться кулком, забраться под одеяло и оттуда и высовываться, все равно ничего не получится. Вы чувствуете себя великолепно и хотите совсем победиться этим. И это прекрасная возможность такой подготовки для всех. «Мьяántное об研究» У меня г Ryan. Кар fairness. У тебя были в ниана Спасибо вам об этом. Кто-то из вас распространял книги? Следующий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, крончисто, то есть все, что было. Пожалуйста, крончисто, что было. Пожалуйста, по-английски. Мы только 45 минут. У нас есть только 45 минут. Как вы учиться в понимании со временем старше, при этом не спорить, не обсуждать, не публиковать на стене и не страшно? Почему, если преданный знает, как правильно делать, то есть понимает это, но он не делает, не делает, как советов страшно? Отлично. Мы не критикателем, мы не доним эти приключения. Почему, если мы скажем, что мы делаем что-то, то мы делаем что-то еще, как с этим делаем? Есть интимуляция. Да, да. А я ответил? Или вы хотите, как вы хотите? Нет. Нет. Вы хотите сразу читать, или сначала все читайте? Нет. Нет. Ты хочешь сказать все? Спасибо. Вы хотите привести пример? Вы как давно присоединились в движении? Сколько мы рядом? Потому что это важно знать. Потому что если вы недавно присоединились в движении, то для вас все будут старше или прежде. Может быть, вы говорите о людях, которые присоединились к вам, но на самом деле они не очень подвинулись на духовном пути. Я был в движении в движении 4-3 года. И эта вопроска не больше о себе, но о моих друзей. Потому что я пыталась осуществить их в движении. Вы попросили друзей прийти сюда? Нет. Они присоединились к друзей. Если бы им было интересно услышать ответы, то они бы пришли. Если бы им было интересно услышать ответы, то они бы пришли. Поэтому это не для вас. У вас нет проблем с тем, чтобы принимать ответственность старше средней, так? Хорошо, так скажите, чтобы им пришли и пообщались со мной. Хорошо, так расскажите, чтобы им пришли и пообщались со мной. Да, я могу не generalize. Я могу ответить в общих чертах. И нам нужно быть очень личностными и нужно понимать, на чьей именно вопрос мы отвечаем. Все вопросы, которые начинаются с как мне что-то сделать, ответы тот же самый. Ответ тот же самый. Просто сделайте. Поэтому нам нужно добавить несколько деталей, чтобы разобраться в этом. Почему все мы в материальном мире? Потому что мы не очень-то покорялись самому старшему, Кришну. И здесь мы просто повторяем те же самые отношения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я получил посвящение после того, как я пробовал в движении нескончаемое время всего лишь 5 месяцев. И я дал обет до конца своих дней каждый день повторять 16 кругов. Мне к тому времени было чуть больше 20. Я проверял себя лишь в течении 5 месяцев. Как я узнал, что 10 лет спустя я все еще буду в состоянии повторять? Я этого не знал. Я надеюсь, я все-таки знал, но я не знал. Если бы передо мной снова стоял такой выбор, я бы подождал, чтобы проверить себя, не чтобы проверять Гуру. Это движение шикши, а не движение шикши. Вы получаете наставление от разных людей. От всех, от каждого парампара. От ваших соседей. От продавцов. От вашей Духовной сестры. От бахтин. От бахтин. От всех. От всех. Каждый человек является для вас шикши, если он дает вам правильный совет. И если вы проверите себя в течении какого-то времени, то по крайней мере я говорю собственного опыта, тогда вы зато. И если у вас есть убеждение выполнять свое обещание. Однажды Ганди подошла женщина. И у этой женщины был голубой мать. И она спросила Ганди, вы можете, пожалуйста, его попросить, чтобы тот не ел столько сладостей и конфет? И он сказал, конечно, конечно, приходите через неделю. И они пришли через неделю, и мать обратилась с тем же вопросом. И Ганди сказал к мальчику, «Хватит есть конфеты». И женщина его спросила, «А зачем мне для этого надо было ждать целую неделю?» И Ганди сказал, «Потому что мне вначале самому надо было бросить целую конфеты». Понимаете аллегоричность этой истории? Вначале вы обретаете нужную квалификацию. А потом вы ищите квалифицированного гуру. И если это происходит через 5 месяцев или 5 лет, то все в порядке. Зачем спешить? Вы уже на борту корабля. Вы уже не будете мокры. Вы уже не будете мокры. Вам не придется тонуть. Я. Согласно медическим знаниям, есть духовный огромный мир, да, и маленький материальный, в котором все вместе с вами здесь находятся. Ну, меня интересует очень очень вопрос, а почему души сюда приходят? Всем смешно вопрос? Нет? Просто повторяйте вопрос и вопрос. И я вам говорю, что есть огромный духовный мир и маленький материальный мир. И меня мучает вопрос, почему мы все сюда приходим? Вы не любите меня? Вам не нравится? Не нравится? Не очень. Какой же у вас выбор? Вы хотите быть номером один. И hundred человек или н Okahâ. Мы хотелиhydровать mondo. Вы хотите быть номером один, solo. Вы хотите быть номером. И уже есть кто-то, кто является номером один. physician發生. И Кришна пришлось для вас создать люберный мир, чтобы вы кешили себя иллюзиями, что вы тут район родили. Почему же вы жалуетесь Вы отд transportation? Вы получили свою мир. Вы просто не могли бы быть в это время в духовном мире, потому что желание не чистое. Это ваш собственный вывод. Когда вы откажетесь от представления того, что вы самый главный, или то, что вы второй по значимости, или сто восьмой по значимости. Понимаете, в духовном мире там все должности заняты. И единственная должность, на которую принимаются заявки на работу, это «даст, даст, 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 даст». Когда вы смиритесь с этим фактом, когда вы примете это, тогда можно подавать заявку на работу. И возможно, вас возьмут. Но для этого нужно обрести благословение всех Рашталов. И принять то, что бы ни делал Кришна, что это он делает для вашего блага. Поэтому что бы плохое с вами ни случалось, это ваше вино. А что то, что хорошее с вами происходит, это не ваше Кришне. Вы смотрите на это, что это противоположное видение. Отвечает это на ваш вопрос. Вы это принимаете? Да, это, 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 это. Хорошо. Вопрос тогда в продолжение. А вот кто-то с мисходит сюда, в этот мир, да? А кто-то из демонических миров на вроке, да, приходит чуть ли не на райскую планету. Как определить? Есть какие-то критерии, чтобы понять, какую роль играет человек? То есть, иногда, что тяжело разобраться. Всем страшно был вопрос. Дураха невозможно распознать, пока тот не откроет твой рот. Но, когда они уже что-то говорят, сразу можно понять. Ну, если вам говорят что-то весьма странное, такое задамороченное и бесполезное, то это равнозначно от того, чтобы отправиться в вас. Баптистана Савасвати Даккур сказал, что сначала нужно предоставить плохое общение. И, в первую очередь, надо распрощаться, перестать отраслистять себя со своим силом. И, если вам ищете хорошее общение, то вам нужно перестать искать плохое общение. Люди, которые не помогают им способствовать вашей духовной жизни, они для вас только трава. Но есть исключение. Если вы проповедник, то вы идете на риск для того, чтобы помочь другим. Менее ужасно. Но, если вы не проповедник, и вы просто присоединяете с людьми, потому что вы любите что-то, то они вас стянут вниз. Это кажется очень просто, просто общаться с преданными. Но это не так уж просто. Потому что преданые весьма странные люди. Они все странные люди. Они все имеют свою идиосинкроизм. У них у всех есть свои особенности. Но, скажем, если вам нужно было бы выбрать себе друзей, то вы должны начать выбирать между девочками. Ну, не их, не их, не их, не их, не это, не это, не это, не это. Но люди, даже если у вас не стопроцентная совместимость в общении с определенными людьми, все равно у них есть что-то ценное для вас, которое они могут вам дать. И это для вас полезно. Но я был в учебе в Риддабре в Кришна Баларанамбиле. И я университелю вопросом, как прочитали, как вы избавляете от вашего людьми? И я его спросил, что вы живете на вашем живете? Он сказал, да. И я на это ему ответил, что вам вообще об этом беспокоиться не надо, что те, кто с вами живут, они об этом позаботятся, сто процентов. Потому что если вы живете с другими песнями, они все время вас будут критиковать. Они вам будут наставления давать, как вам лучше надо стать. И не принимайте это очень близко к сердцу, если не принимайте это на свой счет, но Кришна пошлет вам людей, которых, может быть, вы бы и не выбирали себя. Но они пытаются вам помочь. Я думаю, это хороший ответ. У вас есть какое-то более обученное предложение, когда на них вопросы есть? Еще есть вопросы? Я знаком с преданными сознаниями Кришны примерно где-то лет 7. И вы сказали, что после 5 месяцев вы получили посвящение. И мне интересно, в течение какого-то времени были ли у вас моменты, когда вы выпадали из процесса? То есть были ли сложности? То есть это вот первый вопрос. И второй, то есть у меня тоже случается такое, что то есть волнами. То есть я прихожу к преданным, общаюсь, думаю, все, я буду повторять 16 кругов. Потом через время. То есть это уходит, у меня не получается это. И я хотел спросить, какие шаги нужно предпринимать, чтобы не выпадать из этого процесса? Потому что я понимаю, что общество преданных – это хорошо. То есть это правильный выбор. Но не знаю, как к этому поступиться. Я уже был в движении около 7 лет. И вы сказали, что вы были в движении, что вы были в движении 5 месяцев. И у меня есть вопрос. Может быть, у вас были какие-то ошибки после того, что вы были в движении? Может быть, у вас были какие-то трудные моменты после этого? И это была моя первая вопрос. И вторая вопрос. Но я также понимаю, что иногда я хочу улучшить ситуацию. И иногда я полностью уверен, что я буду принимать это. Но потом я просто улетаю из этого процесса. И я хочу вернуться. И какие шаги должны я принимать, чтобы делать это в консистентной форме? Спасибо вам за вопрос. Что касается философии, мне никогда не одолевали сомнения. После того, как я принял решение. После того, как я принял решение. Все, больше у меня сомнений не возникало. У меня были вопросы и сомнения, что касается деталей. Но мои сомнения не доходили до того момента, когда эти сомнения начинали меня уводить от общей цели практики сознания Кришны. Такого не было. Но я обычно говорю, что вы должны... Какая разница в вашей жизни? Сколько головы брали? Четыре? Четыре тысячи или четыре миллиона головы? Разница. Разница нет. Матсия была в длину восемь дней. У вас есть проблемы с этим? Да. Есть такие непостижимые моменты. Но они не сильно влияют на ситуацию. На вашу жизнь. На вашу жизнь. Независимо от того, у Брамы четыре головы или четыре миллиона головы, все равно он шестнадцать кругом надо повторять. Если у вас есть сомнения по поводу практики сознания Кришны, то вам надо будет предложить свой вариант. И потом об этом можно поговорить. И сравнить. Сознание Кришны – это что-то удивительное. Вы видите результаты. Мои родители, которые были духовно слепы, вплоть до самой своей смерти, saw the difference in me. Они увидели, как поменялась ли я. From the moment I joined until later, they could see me. I was a different person. So, you should be able to see the difference that it makes on your person. And you, okay, we are struggling, but this is part of the process. It's a gradual process. It takes time. And we are at different stages of our life, meaning life after life. Our spiritual development is at a different height than others. So, you may see someone who actually got rid of a lot of material desires already, in a previous life or previous lives. And it's making quick advancement. And then you see yourself, oh, I'm just barely making it. But, again, patience is a key ingredient. What did Rupa Goswami say to Rupa Goswami to Rupa Goswami to Rupa Goswami to Rupa Goswami? Seven years? You must have read it in English notes. Yeah? No? You didn't read it? Well, okay. Don't take seven years to read it. Don't take seven more years to read it. Enthusiasm. Patience. Determination. In every endeavor you have to put that. In Krishna consciousness, no matter how things go, you keep your enthusiasm alive. Patience. It doesn't happen overnight. They're bad. Yeah, that's what happened with children. Once you have them, you have to keep them. They keep coming back to your home like cats. So, don't feed them, and then they'll get back. So, you have to be questioned. Things will happen when they happen. I do kirtan, yeah? Well, one thing I read is very important in kirtan, it's timing. If I play constantly and leave no room, no silence, no beat, it's just ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba, just notes. It's very annoying. It's chaotic. It's not blessing. You have to put pauses. Silence. You know, create a beat. Then it becomes blessing. You have to revolve in that. In your life, things will happen with a certain speed, and sometimes they will stop. Like, let's say you're running on a bicycle, and you gain a certain speed. But then you start. You don't start from the same speed, right? You have to struggle again. You have to struggle again. You have to struggle again. So, that's a beat by that. I was chanting in some way. And determination. No matter what happens. No matter what happens. Nah, 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 nah. You don't give up. You do it. Вы просто делаете это. Это неприятно. Это сложно. Это аскетично. Да. Вы делаете это. Вы просто четко сосредоточены на своей цели. И сосредоточиться на чем-то окончательно в материальном мире сложный. И потом вы стареете. И потом становится еще труднее. Но есть один позитивный момент в том, что вы стареете. Страсти поутихают. И вы уже не так куда-то несете стремя голову. Даже если вы переживаете, все равно с этим поделать, ничего не можете. Поэтому просто обладайте личностью. Если вы падаете, вставайте. Попробуйте снова и снова и снова. Да. Вы говорили, что энтузиазм и решимость, это неважно что, вы делаете. А в чем же разница? Энтузиазм и это значит, что вы беретесь за что-то с радостью. Не то, что вы закатываете глаза и думаете, о Боже, опять. Меня опять отправляют мыть кастрюли. Да. Да. Ниран Джанасвами сказал мне, что он приехал в предыдущий фестиваль. И он отправился на кухню, где все моют пасмуду. И там была комната, где мыли чаны, она была примерно четверть этой комнаты. И это комната была просто до потолка завалена, разной кухонной утварью, начиная от кастрюль, там были какие-то подносы, черпаки, чаны. И там был один предыдущий, который это все мыл. И он мыл это все с таким насобленным, насобленным видом. Вид у него был весьма несчастный. И Ниран Джанасвами спрашивает, а чего ты такой убитый, горе? И он сказал, что мне это сложение дают возможность сделать только один день, и все. Вот это вот энтузиазм. А решимость это значит, что несмотря ни на какие влияния, например, Майя воспитается застолку или еще что-то. Вы знаете, что вы вступили с препятствием? Кто у вас было абсолютно счастливое жизнь, без проблем? Кто у вас был? Кроме этого ребенка. это просто иллюзия вот это материальный мир каждый раз везде возникают неприятности и беспокойства вы можете даже будущее предугадать беды будут поэтому просто научитесь этим как-то бороться просто вставайте и продолжайте и это сделает вас сильнее да, это сделает вас сильнее я ответил на ваши вопросы есть ли еще вопросы? да, да, да да, да, да как избавиться от привычки обсуждать и критиковать других людей как мы можем избавиться от этого обучить других людей и говорить о других людей вам придется найдите в них какие-то позитивные качества все-таки должно быть в них что-то хорошее концентрируйтесь на этом хорошим и концентрируйтесь на этом хорошим но вы можете расследить что-то хорошее в каждом но вы можете расследить что-то хорошее Прежде всего, вы должны посмотреть, если этот человек не является ли этот человек зеркалом, и не отражает ли этот человек ваши плохие качества, и это вас очень сильно беспокоит. И если вы тщательно это все проанализируете и дело вовсе есть в этом, тогда просто не общайтесь с этими людьми, или сведите ваши взаимодействия с такими людьми к минимуму. Есть очень много хороших предметов, хороших людей. Выбирайте того, с кем вы общаетесь, внимательно выбирайте. Вам придется с ними жить. В каждом есть хорошие и плохие качества. Найдите тех, кто имеет качества, которые привлекают. И они уникальны. Найдите тех людей, которые проявляют, и вам это нужно. Если вы страдаете скупостью, то найдите человека, который проявляет щедрость и общаетесь с ним. Если вы очень негативны, то найдите человека, который относится ко всему позитию. Если вы очень привязаны к каких-то объектам, то найдите кого, кто не привязан. Эти качества будут передаваться от одного к другому. Отвечает на ваш вопрос. Вы вчера сказали, что мы живете в Соединенных Штатах. Мы знаем, какое впечатление было у Прабхупада от посещения Америки в конце 60-х. Пожалуйста, как вы думаете? Если бы Прабхупада увидел современную Америку спустя 50 лет, что бы он сказал? Всем слышно был вопрос? М-м-м. Вы сказали, что вы живете в США. И мы все знаем, что Прабхупада испытывает Америки в конце 60-х. Пожалуйста, скажите, что Прабхупада думает, если бы Прабхупада увидел в США 50 лет назад? Он бы поменял свою стратегию. Он был делен с хиппи, с людьми, с людьми, с общественностью. Он имел дело с хиппи и людьми, которые оказывались на границе общества. Сейчас дела обстоят по-другому. Люди более или менее установили статус-кво в обществе. И они очень материалистичны. И они очень материалистичны. Потому что хиппи были своего рода йогами. У них было проявлено какое-то отречение. И, ну, более или менее это что-то смакивало на йогу в уни невежество. Они были отречены от материальных вещей или том, что они называли материальные вещи. Теперь лучше этого человека обнимают...